Тигры на льду Команда из маленького индустриального городка к тому времени уже стала грозой авторитетов О тактических и личных баталиях Эпштейна и Тарасова пересуды шли на трибунах и в кулуарах Всегда, если мы играли, напомню, еще 2-1, 3-1, не было больших счетов Потому что он играл от обороны, потому что он знал, что ЦСКА это практически сборная страны И играть в нападении, в атакующий хоккей против нас бесполезно Мы сразу 7-8 шайб забили А он знал, и очень была сложная такая тягучая игра Потому что то, что он есть, то он и задействовал в бою В этом году легенде города, патриарху воскресенского хоккея Николаю Семеновичу Эпштейну исполнилось бы 100 лет Это ему мы обязаны и команды, и хоккейной школы, и славы больших спортсменов из Воскресенска, гремящей на весь мир Шутка ли, но в те годы от результата команды зависела производительность труда на градообразующем предприятии химическом комбинате Прошлое единство промышленного гиганта и команды «Химик» запечатлено в названии клуба и атлита в бронзе Памятник трём Николаем, доктору Эпштейну и Хрипунову, расположившейся напротив ледовой арены Напоминание об этой неразрывной связи Химкомбинат, который был, конечно же, одним из главных вдохновителей не только спорта, но и строительства нашего прекрасного ледового дворца Поддерживает и будет продолжать традиции, которые заложены в нашем родном городе для развития спорта И для того, чтобы наша молодежь росла здоровой, крепкой, и чтобы они поддерживали и славу хоккея, вот именно нашего города Воскресенска на мировом уровне В юбилейный год предприятие «Воскресенские минеральные удобрения» организовало серию мероприятий, посвященных Николаю Эпштейну Апогей празднования столетия прошло во дворце культуры «Химик» Гости увидели фильм о легендарном тренере, который подготовил комбинат Он так просто и называется «Эпштейн. Отец воскресенского хоккея» По-другому и не скажешь Ленту покажут на канале КХЛТВ, как когда-то тигры на льду К слову, тигры всё ещё живы В округе существует любительский турнир с одноимённым названием, организованный депутатом Сергеем Слеповым Он когда-то и сам бредил хоккеем Пять лет поставили на коньки И в семь, в восемь, наверное, лет я уже играл на золотую шайбу среди дворовых команд Причём, ну, тогда вот жили бедно И играл я на фигурных женских коньках, потому что других не было Молодёжь, обращаюсь к вам Вы знаете, что уже седьмой год подряд мы с вами проводим турнир «Тигры на льду» В котором участвуют 17 команд, 12 школ И вот постепенно, постепенно у нас набирает обороты И вот, будучи здесь летом, Игорь Ларионов, мы разговаривали с ним Он говорит, если я буду здесь, обязательно позови Мне даже важно посмотреть на игру Мне это интересно Игорь Ларионов не единственный воспитанник Николая Эпштейна Громких имён из разных поколений в этом списке предостаточно Он же сделал из нас, без привычения сказать, не только хоккеистов, но и людей С большой-большой ответственностью Поэтому для меня, я не скрою, это он для меня второй отец Я с самого 15-летнего возраста с ним Воскресенск и Николай Семёнович Эпштейн Это едино А вот Валентин Козин в химик пришёл в возрасте 31 года Первая хоккейная молодость, что называется, уже позади Не каждая команда возьмёт Решающую роль для воспитанника локомотива сыграли Сындуновские бани А где ещё лучше видна физическая форма Пошёл учиться в аспирантуру И подыгрывал, в связи с тем, что в аспирантуру денег платят мало Заподольск Ну и много забивал Играли, в частности, там Как его в бане так С Каштановым, с Каштановым Виткой, который был здесь У нас получалось всё В бане оказалось очень просто Пришли в баню Он подошёл ко мне, пощупал И говорит, Валька, а что тебе не поиграть ещё? Я говорю, ну что, давайте попробуем На празднике присутствовал сын Николая Семёновича, Марк Эпштейн Вспоминая те годы, не устает повторять, что хоккей должен радовать и вдохновлять людей Ведь именно так было раньше Не сгоняли, не демонстрация на 1 мая, на 7 ноября А люди пришли и чувствуют Особенно после игры, если выиграли, то это вот праздник Вот ради хоккей и нужен, ради праздника А все почему-то больше воюют сейчас От души Откуда у вас только от удивителей? Кстати, это Отцовский Отцовский? Да А история есть какая-то за ним? Нет, истории нет Историю напишешь потом Среди почётных гостей Александр Черных, Геннадий Сырцов, Борис Веригин, Евгений Ларионов Праздник собрал и старинных болельщиков химика, а также игроков любительских команд, участников турнира «Тигры на льду» Представителей дворового хоккея, в частности, Александра Подоляка, который ежегодно своими силами проводит свой турнир Набор клюшек для этих ребят предоставило предприятие «Воскресенские минеральные удобрения» Юным хоккеистам рассказали историю появления команды «Химик», факты из жизни Николая Семёновича Эйпштейна, а также Николая Ивановича Докторова, директора химического комбината А потом проверили знания ребят в викторине Победила дружба, а вот только победы от команды мастеров «Химика» мы ждём в матче с «Чеховской звездой», который пройдёт 29 декабря в Ледовом дворце спорта Подмосковье Команда «Звезда» фармклуб столичного ЦСКА Старый бой продолжается Достойное завершение празднования столетнего юбилея легенды воскресенского хоккея Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Новости Искровект